Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Сегодняшняя торговая сессия по содержанию экономического календаря не блещет фундаментальными отчетами. Я бы даже сказал, что под конец этой недели нас ожидают прям скучные торги. Но, друзья, не нужно расстраиваться, потому что этот год и особенно его окончание подарил нам самое настоящее трендовое движение по американскому доллару. Мы его поймали, это снижение курса доллара, причем объяснили это фундаментально и надеюсь, что многие из вас, так же как я, придерживаются позиции того, что это еще не предел этого снижения. Но реализация планов, например, касательно того же самого индекса доллара, того, что этот инструмент протестирует поддержку 100 пунктов, уходит уже на 2024 год. Рисковые инструменты, соответственно, раз снижается курс американского доллара, сохранят тенденцию роста. И это тоже уже тенденции, которые мы будем с вами разбирать, анализировать в следующем году. И это куча возможностей, которые мы обязательно используем. На данный момент я бы рекомендовался сосредоточиться на том фундаментальном фоне, который сложился. И опять же, посмотрел сегодня на то, как все-таки отдельные инструменты могут завершить текущий день. Мне кажется, что есть еще порох для развития какого-то интересного движения по паре доллар-японская иена, текущие котировки 141,45. И ранее мы ожидали, что этот дуэт активов сможет протестировать поддержку 140 иен за доллар. И были очень близки к цели, потому что буквально вчера минимум по данной валютной паре, который был достигнут в рамках одной торговой сессии, был 140,26. После чего на рынке развилась коррекция. Я еще раз отмечаю, что эта пара действительно очень интересна, потому что это идеальный инструмент для торговли контрастом монетарных политиков. Потому что касательно действий Федрезерва, мы уже не сомневаемся и знаем то, что ФРС фактически идет к этому скорому решению по снижению ключевой процентной ставки. И возможно, действительно, это произойдет уже в марте. Я верю, что именно мартовское заседание будет тем самым рубежом, когда мы точно будем отделять период проведения Федрезервом жесткой монетарной политики и начало смягчения экономической политики. Снижение ставки априори как раз и подразумевает то, что настрой регулятора стал исключительно мягким. Что касается Банка Японии, здесь уже обратная позиция. И от японского регулятора, который очень долгое время удерживает и сохраняет мягкую экономическую политику, ставка находится на отрицательном уровне на 0,1% минус на 0,1% с 2016 года. И на рынке сейчас сформировались условия, при которых Банку Японии нужно уже переходить к ужесточению политики. И, наверное, самое главное из этих условий – это усиление инфляционных рисков. Можно сделать вывод об этом на основании хотя бы темпов роста заработных плат, которые в этом году стали максимальными за последние 30 лет. И, возможно, на одном из брифингов я уже делал акцент, что, исходя из последней встречи, скажем так, правительства с профсоюзами и бизнеса, были обозначены тенденции того, что рост заработных плат продолжится. И делаем вывод, что будут новые предпосылки для усиления инфляционного давления, поэтому и сам Банк Японии все чаще говорит о том, что очень скоро решение по корректировке политики будет принято. Я всерьез полагаю, что, например, отказ Банка Японии от механизма контроля кривой доходности можно произойти уже в самом начале следующего года. И я всерьез допускаю, что вот эти первые шаги, которые будут сделаны регулятором японским в сторону именно ужесточения политики, совпадут с действиями федеризирования по смягчению экономической политики. Поэтому 141-145 текущие котировки – это уровень, который кажется, но исключительно, скажем так, при таких значениях пара находится на максимумах, на которых вряд ли сможет удержаться, и даже около этих значений, если все реализуется так, как я отметил. Поэтому видел много уже прогнозов от инвестбанков, что на долгосрок пара доллар-иена может оказаться очень классной сделкой, учитывая то, что потенциал снижения будет больше тысячи пунктов. Присмотритесь к этому для этого финансовых активов. Индекс доллара 100.87, опять же, реализация нашего плана по тесту поддержки 100 ровных пунктов – это уже перспектива следующего месяца. В январе мы вернемся на рынки, опять же, первая неделя – это Non-Farm Perils, и кто знает, если статистика снова разочарует, то тогда у продавцов точно будет достаточная сила, чтобы отправить индекс доллара еще ниже. Вчерашняя статистика – первичные заявки на пособия по безработице. Как мы и ожидали, плохой отчет, рост числа обращения на 218 тысяч с 206 тысяч. Рынок недвижимости тоже в целом разочаровал. Незавершенные сделки по продаже недвижимости – нулевая динамика, причем аналитики прогнозировали рост на 1%. И никак не удается рынку недвижимости восстановиться, и это логично при такой процентной ставке, как сейчас, 5,5, это, в принципе, невозможно сделать все. И отсюда снова переходим к выводу, что под закрытие года мы получили еще два отчета, которые указывают на то, что в американской экономике все труднее справляться с давлением вот этой ключевой процентной ставки. По информации FedWatch Tool, то есть это инструмент, который оценивает вероятность снижения ключевой процентной ставки, вероятность та же – 73%. Ждем, соответственно, более важных релизов, нон-фармы, отчет по инфляции, потому что эти фундаментальные данные точно смогут изменить расстановку сил и убедить еще большее количество трейдеров в том, что снижение ставки в США неизбежно. Золото – 2070, хай вчерашнего дня был 2088 долларов за тройскую унцию. На данный момент сантимент 43.57, то есть 43% трейдеров покупают, то есть не такое уже соотношение, как было ранее, поэтому делать выводы о том, что будет достаточно сил у покупателей, чтобы затащить золото в район 290-200, пока, конечно же, преждевременно. Нужно смотреть на идеальную расстановку именно продавцов и покупателей по сантименту и ждать дополнительных фундаментальных поводов. Их пока что нет, поэтому и по золоту тоже вряд ли сегодня мы увидим какую-то интересную динамику. Рынок нефти – 77.53 доллара за баррель, актив снижается, причем есть новостной фон, ставший как раз и причиной вот этого давления на котировки. Во-первых, это восстановление судоходства, скажем так, в Красном море, поскольку судоходные компании вроде бы как эффективно используют, вроде бы как эффективный их защитный коридор, который был создан с США и союзниками. Также есть информация, но мы об этом уже обсуждали, что ОПЕК сохранит единство, ну, уже без Анголы, поскольку Конго и Нигерия не подтвердили намерений тоже покинуть следом за Анголой. Поэтому были с рынка сняты опасения, что вот, опять же, сейчас распадется картель, и это приведет к росту глобального предложения. Эти риски сейчас уже не актуальны, поэтому в целом неделю и год мы завершаем с фоном. Он остается смешанным, да, но появляется больше сигналов, которые позволяют продавцам чувствовать себя более уверенными. По другим финансовым инструментам без изменений, речь идет о рисковых активах, в частности фунт против доллара, 1,2755 текущей котировки, ждем, соответственно, уже в новом году роста до отметки 1,30. И австралиец против доллара 0,6840. Не забывайте, что 2 января, практически сразу после праздников, Резервная банка Австралии проведет заседание, и по прогнозам оставит ставку на прежнем уровне 4,35%. Но исходя и в условиях роста инфляции, которая была зафиксирована в последний месяц, я думаю, что могут быть сюрпризы. И Резервная банка Австралии либо повысит ставку, либо анонсирует подобные изменения на одном из последующих заседаний, что тоже может оказать значительную поддержку австралийскому доллару. Друзья, на этом, собственно, все. Мы завершаем, собственно, неделю с наступающими вас новогодними праздниками. Как я уже отметил, в следующем году будет еще больше возможностей, и попробуем большую часть из этих возможностей использовать. Всего доброго. До свидания.